Всем привет, ребята, на связи как всегда я, Бабаев. Сегодня у нас уже девятая серия пути бомжа до генерала ФСБ. В прошлой серии я повысился на пятый ранг, половил преступников, и теперь пришло время встать на шестой ранг. К своей цели я уже успешно иду, в этой серии вас ждёт... Ну, потому что другой человек себя затачивает, там, короче, баг. Здорово, целый, как дела? Мне кажется, что у меня стало уже всё. Всем, кто кушает, приятного аппетита, а мы... Погнали! Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Видео мы начинаем с того, как у нас появилась какая-то спецоперация. Мы должны были переодеваться в форму мафии и просить сотрудников госорганизации продать нам оружие. Кто продавал оружие, тех увольняли и сажали в тюрьму, как мы и пытались сделать. Я переоделся в форму, и первым делом я поехал в УГУВД и начал прикрытием просить продать оружие. А что там в Тойоду вообще? Идём, идём. У меня наркотики! Он вам наркотики предлагает купить! Стой! Я вижу, у меня на прокатаве. Знаешь что? А, это ты, Баев? Давай, давай, слушай. Это мой друг. Бандана? Это не мой друг. Я только сейчас помню. Смотри, где мой при... А, ты же и так в СБ, всё понятно. Алё, вы с... Мда, меня в УГУВД узнали, и просить продать у них оружие, ну, такое себе. И мы решили не сидеть без дела и выехали за преступниками. Для нас было важно, чтобы эти преступники были особо опасными. И ехав по дороге, у нас, как в прошлом видео, произошла вот эта проблема. Созъебись. Нашав местоположение преступника, мы требовали автобус прижаться к обочине. В итоге, он сам вышел из машины, я его ударил, задержал. Далее, его друзья, или же просто рандомные люди, начали по нам огонь из окна. И наш сотрудник, Даник, почему-то убил его. Ну, ладно. Далее, мы выехали уже за другим преступником. Подъехав к нему, мы увидели, что он был в АФК, и мы не стали его трогать. С преступниками пока что не везет. Далее, мы поехали уже за преступником поинтересней. Узнав его местоположение, мы вышли из машины. Я ударил его дубинкой и задержал. Далее, он говорил, что мы его не задержим. Начал кому-то звонить, но мы не обращали внимания и просто посадили его в машину. Зашел в отдел, я его обыскал. К сожалению, он был пуст, и мы его успешно посадили в КПЗ. Буквально через пару минут мы выехали за другим, и задержать его было не очень большой проблемой. Также, ударив его, надев наручники, мы посадили его в машину и увезли. Но тут он багнул и остался на улице. Ударив, он почему-то начал бегать, и мы его просто расстреляли. Но при всем при этом, он оказался в КПЗ. Я начал цитировать его слова. Удачки. Ну похо, я все равно сейчас раздавлю, я не кажусь, я не кажусь, КПЗ. Приходите, блядь, заебаные гроши, сутки. Да ладно. Через время мы поехали уже за другим человеком. До Пейдея оставалось 2 минуты, и мы пытались побыстрее задержать его за это время. Я все задержан, захожу в Федеральном броске. Кжейн, вы задержаны из-за того, что он ходит в Федеральном броске. Я вас понял, ребятки. Открыто заснущик в машину. Вы настолько, я вас не понял, у меня одна звена, и ща вот Пейдей уже нет. Вы смеетесь, ребята? Просто, блядь, слышишь? Смеетесь? Еще и на ЦР вяжете это вообще. А у него в натуре, у него в натуре ща звезда эта, блядь, спадет. Ебать, а мы успеем? Да прям сразу же без... Приехал в отдел, Пейдей прошел, и розыск у него снялся. Жаль. Я хотел войти в отдел и снять с него наручники, а он начал просто, грубо говоря, плакать. Блядь, розыска ноль. Дружище, я тебе это сказал человеку, а не гробе. Ёбушки, воробушки. Ярик! Блядь, Ярик, пиздец! Водитель у нас очень классный. Через минут 10 мы выехали уже за другим. Задержанный не оказывал никакого сопротивления. Зачем ты просто людей даймешь? Просто так. Ну, я даймлю только за друзей, просто так, а не дайм. Зачитая в Миран, мы отвезли его в отдел. Зашел в отдел, я сначала не понял, где он, а потом до меня дошло, что он вышел из игры. Далее мы выехали за другим. Узнав его местоположение, мы подъехали к нему. Ёбатик здесь. Охуеть! Я побежал за человеком, но им был занят мой напарник. Другой доложил, что его убили. Вышел на улицу, я увидел человека с оружием. Открыв по нему огонь, меня просто перестреляли. Вы чё, с ума сошли, что ли? Когда мы перешли в игру, мы хотели забрать машину из парковки, но она вот так вот забагалась. Да, это... Потом, чтобы разнообразить свою работу, мы решили внедриться в какую-то фракцию и выбрали воинскую часть. Поехав туда, мы размышляли способ, как беспалевно туда заехать. И в итоге в голову Джохану пришла такая идейка. Проникнув на войскую часть, мы чутка покатались по ней, так и там никого не было. Далее мы зашли внутрь, и здания тоже никого не было. Это неудивительно, ведь рабочий день у них был давно закончен. Так что делать нам там нечего. Девушка, можно с вами познакомиться? Нет, всегда можно. После внедрения в новойскую часть, мы решили внедриться в правительство. Мы с Никитой охранники, а Джо губернатор. Что из этого получилось, вы можете наблюдать на экране. Так, если вы губернатор, так кто я? Хуй его знает. Далее мы решили посадить ещё кого-нибудь в КПЗ и выдвинулись за целью. И тут... По обочине! И на взлёт! Нашёл в местоположении человека, мы сказали, чтобы он прижался к обочине. И он... Тут нету обочины, извини. Да, чем-то он прав. Открыв огонь по его машине, напробив все колёса, у него загорелась машина. Они вышли, его друг открыл огонь по нам. Сначала он запрессошил напарника, а потом и меня. Можно открыть огонь? После первой, если бы... Найс! Димон, ты знаешь, что ты самый лучший человек, и к тебе скоро придёт ангел и выдаст тебе 100 миллионов долларов наличными... Как здесь же рублиф. А теперь легендарный момент. Это самое лучшее задержание, которое когда-либо было на моём канале. Выехав за преступником, он начал активно уезжать от меня. Но из-за различных проблем мы не могли догнать его. То админа случайно тп халто, Джо применял свои водительские навыки. И приближившись к преступникам, мы поняли, что они на крыше здания. Они каким-то образом забрались на здание, и мы сначала не понимали, как бы их достать. И Джо даже начал делать попытки подлететь туда. Но при подлёте, они открывали сразу же по нам огонь. Вышев из машины, мы начали по ним огонь со снайперских винтовок. Сделав пару тык, я отошёл, так как перестреливаться с ними бессмысленно. Ведь они просто будут юзать хилл в бою. И в итоге, Джо сделал одну попытку, вторую, третью, четвёртую. Я уже подумал, что мы их не задержим. Но тут же делает то, от чего я просто офигел. Да, я офигел от таких событий, как и все напарники. В итоге, я пришёл получить свои заветные погоны. Да, получается, я вам две минуты назад удобрил отчёт, сейчас я вас повышу. Доставил новую форму и погон записал, затем передачек напротив. Да, погон. Хороший у вас отчёт, мне понравился. Пишёт от у вас, а? Всем, кто досмотрел видео до конца, большое спасибо. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Генерал не за горами, на связи был Бабаев. Всем удачи и всем пока.